Здравствуйте, друзья! Вопрос бесперебойного питания на ключевых элементах системы умного дома всегда будет актуален. Лично я использую стационарный УПС, который питает все сервера умного дома, а также роутеры локальной сети. Вариант неплох, но не совсем универсален. Например, он не подходит тех случаях, когда есть необходимость физического отключения кабеля питания от одноплатника. В этом обзоре мы рассмотрим вариант индивидуального источника бесперебойного питания, который подключен напрямую к одноплатнику. Приехало устройство простой картонной коробки, достаточно плотной, чтобы обеспечить сохранность устройств при пересылке. Содержимое разложено по трем пакетам. Плата управления источника бесперебойного питания, аккумулятор, в этом варианте на 4000 мАч, и крепеж, который включает в себя гребенку контакта, в которую можно использовать для припайки QR. Плата красного цвета с надписью RPA UPS Pack Standard V2. Имеет два выхода USB-A и вход для подключения питания формата microUSB. Хотя я считаю, что тут было бы логичнее использовать USB Type-C, такой же как на Raspberry Pi 4. На плате есть контактная площадка под UART, туда можно распаять комплектную гребенку. На странице этого проекта на GitHub, ссылку вы найдете в описании, есть инструкция по логической связке источника бесперебойного питания с Raspberry, но в таком случае будет проблематично все собрать в один большой бутерброд, что для меня важнее. Оба выхода имеют гарантированное питание от аккумулятора, максимальный ток до 3 А, после чего срабатывает предохранитель. Напротив microUSB находится белый разъем для подключения аккумулятора. На одном из торцов находится выключатель питания. На задней части нет электронных компонентов, сюда предполагается крепить аккумулятор при помощи двустороннего скотча. Чаще всего на AliExpress встречаются аккумуляторы емкостью 3800 мАч. В этом комплекте идет чуть более емкий, на 4000 мАч. Он устанавливается на нижнюю часть платы источника бесперебойного питания, а его кабель пропускается через специальное отверстие на другую сторону. Тут он подключается в разъем и служит источником питания при отключении внешнего кабеля. В моем комплекте не оказалось двустороннего скотча, но это не беда, у меня есть свой, взятый на Ali, очень мощный. Вот сборка в готовом виде. Аккумулятор надежно стоит на своем месте, можно приступать к проверке. Устройство можно включать и без внешнего питания, оно запустится от аккумулятора. Расположенные на плате светодиоды являются четырехсегментным индикатором заряда с шагом 25%. А при подключении внешнего питания контроллер займется дозарядкой аккумулятора устройства. Габариты и расположение крепежных отверстий позволяют соединить ИБП с Raspberry Pi 4 в одну вертикальную сборку. Я использовал бутерброд из моего обзора про плату расширения X857 для подключения жесткого диска формата mSATA. Здесь находится еще один минус устройства, кроме использования microUSB. Это соединение с портом питания одноплатника. Кабеля в комплекте не нашлось, тут я использовал свой короткий. И то он торчит довольно безобразной петлей сбоку. Хотя возможно кабели с Г-образными разъемами будут смотреться лучше. Я решил не перегружать обзор дополнительными замерами и графиками разряда, ограничившись самым главным, сколько на этом ИБП сможет прожить одноплатник. Для теста использовалась та же сборка с плата X857 и диском mSATA. Для выхода на полную мощность рекомендуется 2-3 раза зарядить и разрядить аккумулятор на какой-нибудь нагрузке. Зарядить например телефон, подключить USB вентилятор или светильник. Для проведения теста я создал специальный пакетж. Пройдемся по порядку. Сначала на платформе MQTT объявлен сенсор, который будет показывать содержимое MQTT топика. В этом топике будет храниться число, оно будет увеличиваться на единицу каждую минуту. Второй сенсор на платформе шаблонов. Подобные уже были в моих уроках по Home Assistant. Его задача это преобразование количества в формат времени, часы и минуты. Далее идет автоматизация. Обратите внимание на то, что она имеет статус инициализации «Ложь». Это нужно для того, чтобы она не запускалась при старте инстанса. Ее можно запустить только вручную, после чего каждую минуту будет увеличиваться на единицу число в топике MQTT. Кроме этого, я сделал скрипт, который выключает автоматизацию и обнуляет значения в топике. Тестирование проводилось следующим образом. От сборки отключался кабель внешнего питания и запускалась автоматизация. В MQTT каждую минуту добавлялась единица, пока сборка не отключалась. После запуска автоматизация находится в выключенном состоянии, а топик MQTT хранит последнее значение до отключения. По полученным значениям можно сказать, что аккумулятор протянет эту сборку чуть более 4 часов, что соответствует заявленному производителям времени. Однако это время может быть немного меньше, если на вашем одноплатнике крутится много сервисов. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что свежие новости, а также купоны и распродажи товаров по тематике умного дома можно увидеть на моем телеграм-канале. Ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok